Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Жизнь у некоторых людей разных стран разделилась на до и после. Ровно год назад в Китае был выявлен первый заболевший коронавирусной инфекцией. Ситуация в Карачао-Черкесии. Много ли зараженных ковид? Хватает ли медиков? Сколько госпиталей? Функционирует на эти вопросы ответили в Минздраве. Для студентов в Качагуу созданы комфортные условия не только в ВУЗе, но и дома. В Карачао-Черкесии продолжаются работы по капитальному ремонту общежитий. Незаконная торговля на улице в неположенном месте с отсутствием лицензии грозит наказанием. В Черкесии провели рейд по таким точкам. В Карачао-Черкесии продолжается реализация государственной программы «Доступная среда». Перед руководством республики стоит немало задач по адаптированию приоритетных социальных объектов, школ, колледжей, поликлиник и больниц, учреждений, соцзащиты, спорткомплексов, домов культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья. За годы реализации госпрограммы доступными сделаны 114 соцобъектов и 79 учреждений образования. В них установлены пандусы и подъемники, широкие дверные проемы, перила и поручни особой конструкции, специальные лифты, звуковые оповещатели и другое необходимое оборудование. Также функционирует диспетчерская служба по предоставлению информационно-переводческих услуг для инвалидов по слуху. В этом году для обеспечения доступности объектов и услуг производится переоборудование и приспособление помещений пяти соцобъектов и шести образовательных организаций. Сегодня ровно год, как коронавирус прочно вошел в жизнь людей, все социальные сети пестрят этой темой. Оказывается, 17 ноября ровно год назад в китайском городе Хубей зарегистрировали первого заболевшего COVID-19. Именно 17 ноября 55-летний мужчина обратился к врачам. Получается, что пандемия берет начало с этого дня, хотя официальная первая вспышка вируса зарегистрирована в декабре 2019 года. И, конечно же, все люди ждут тот день и ту дату, когда будут праздновать уже и победу над пандемией коронавируса. А как приблизить этот день и что нужно, чтобы не заболеть, мы узнавали у жителей нашей республики. Люди говорили с надеждой о победе над пандемией. Они делились своими наблюдениями о новой вирусной инфекции. Прогнозы были хоть и не от специалистов, но от души. Пожелаю людям, чтобы они не паниковали, потому что паника – это первый признак заболевания коронавирусом. Мы справимся и будем праздновать победу. К Новому году, я думаю, когда все переболеем. Кто-то в легкой, кто-то нет. И вы здоровы, все будет хорошо. Я очень сильно надеюсь, что коронавирус будет побежден. И то, что вакцину поскорее найдут. И я надеюсь, что люди наконец-таки поймут, что это на самом деле очень серьезно. Я желаю всем здоровья, чтобы близкие, все, кто вас окружается, никогда не заболели этим вирусом. Я пожелаю, чтобы никто не болел. Чтобы все были здоровы, чтобы все были счастливы. Всем здоровья. Что еще? И чтобы этот вирус закончился наконец. Думаю, что этот год еще будем с этим вирусом. Если наш народ цивилизованно будет все в масках ходить, я думаю, что к Новому году мы все-таки победим его. И в вести из Оперштаба сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 11 090 человек. Из них 7 042 выздоровели, 920 госпитализированы. Ситуация с распространением коронавируса в регионе остается сложной. Каковы последние данные? Сколько коечных мест в госпиталях? Будут ли бесплатные лекарства для амбулаторных больных? Об этом и не только. Смотрите в следующем сюжете, который подготовил Мурат Жанкезов. В Карачаево-Черкесии зарегистрировано более 11 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. 900 больных госпитализировано. Более 5,5 тысяч находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. В соответствии с данными ежедневного мониторинга было принято решение об открытии дополнительных коечных мест. Показания, как и прежде, госпитализировать пациента или оставить его на амбулаторном лечении, принимается врачом, который наблюдает этого пациента. Именно тот врач, он может наблюдать как очно, так и дистанционно. Он может определить динамику течения заболевания. Имеет ли это заболевание тенденцию к ухудшению или наоборот к выздоровлению. И только при подаче терапевта ставится вопрос о госпитализации. В республике сегодня действует 7 госпиталей. Самый мощный, с базой на 305 коек, находится в Черкесской городской больнице. Госпиталь на базе противотуберкулезного диспансера расширили до 170. Черкесская городская поликлиника в северной части республиканской столицы рассчитана на 200 больных. Госпиталь на базе Усть-Джигутинской центральной районной больницы также на 200 коек. Госпиталь республиканской клинической больницы на 80 коек. Инфекционное отделение права Кубанской участковой больницы имеет 60 коек. Также планируется открытие госпиталя на базе Карачаевской центральной районной больницы на 150 коек. Общее количество коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией составляет 1320 коек. Число госпитализированных у нас составляет 909 пациентов и коечный фонд свободный у нас составляет более 30%. Если точнее, 32% коечного фонда свободного, где мы можем положить, госпитализировать пациента в любое время при наличии показаний. На обеспечение пациентов лекарственными препаратами, которые находятся на амбулаторном лечении, выделено более 17 миллионов рублей. Бесплатные лекарства получат пациенты с подтвержденными случаями заболевания коронавирусной инфекцией. Федеральными структурами выделено в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 17 миллионов 519 тысяч рублей. На всю сумму, выделенную для республики, сделана заявка и заключены уже и контракты, и договора на поставку лекарств. А поскольку потребность имеется не только у нас, но во всех 85 субъектах Российской Федерации, то безусловно, для того, чтобы поставка была осуществлена, понадобится несколько еще дней, чтобы эти лекарства были у нас в медицинских организациях. Длительность пребывания пациента в госпитале составляет в среднем от 12 до 14 дней. Нередки случаи, когда отрицательный тест на ковид наблюдается уже на 10-й день. И еще важная информация. Роспотребнадзор упростил порядок выписки заболевших ковидом и выхода из самоизоляции тех, кто контактировал с носителем инфекции. Снимут ограничения по истечении двух недель без сдачи теста. Мурат Сянкезов, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В горах – 0,5. В Черкесске временами осадки, дождь, мокрый снег. Ветер восточный 5-10 метров в секунду, днем с порывами до 14. Ночью ожидается понижение температуры до минус 1 градуса, днем потеплеет до плюс 3. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Продолжаем выпуск. Гранит науки лучше грызть в комфортных условиях. В Кычагу имени Умар-Алиева продолжаются работы по капитальному ремонту общежитий для студентов. Какие обновления ждут жильцов и как они должны повлиять на их успеваемость, выяснял Ахмат Халкечев. Капитального ремонта в университетских обширитиях не проводилось со дня ввода их в эксплуатацию. А это значит, что не только штукатурка стен, но и многое из инженерных конструкций и систем энергоснабжения помнят первые годы Горбачевской перестройки в СССР. Объект был сдан в 1987 году. Производили просто текущие ремонты, где была насущная необходимость. Проходимость конкретно вот в таком объеме практически никогда не производилась. Шумные разговоры студентов на время сменило грохотание строительной техники. Рабочие еще продолжают отбивать старую штукатурку. Как говорится, работа кипит. Заменят полы, окна, двери, а в душевых комнатах ветвую плитку и сантехнику. Безопасность жильцов тоже будет обеспечивать обновленная система экстренного оповещения. Это девочки тут будут жить, тут две девочки, тут две девочки. Жилые комнаты, это прихожая, здесь санузел у нас. Он еще подготовлен, только водопровод еще не проведен. Вот здесь у них зона как бы столовой, здесь они смогут держать свои продукты и пообедать, перекусить здесь могут. А готовить будут в общей кухне. То есть чайку подбить там? Да, что-то здесь легкое они могут тебе позволить. Продукты здесь будут, холодильник здесь будет стоять. А готовить, мыть посуду, это будет в общей кухне. Там будут столы, плиты, раковины для мытья посуды. Все будет это. Но это уже после ремонта жилых блоков. На объекте одновременно работают две подрядные организации. Одна осуществляет замену инженерных конструкций и монтаж системы энергоснабжения. Другая занимается строительными работами и космической частью. В отремонтированные блоки первые новоселы начали заводить свои принадлежности и обживаться. Что больше всего запомнилось и ставить блоков? Ну, ванны были очень-очень, если честно, обои отклеивались. Вечно приходилось их обратно заклеивать. А сейчас побелка, удобно. Если что-то там случайно испачкали, быстренько перекрасили. Ванны новые самые главные, остальное все не важно. В прошлом году нам поставили новые батареи, поменяли водопроводы. Теперь все хорошо, теперь лучше. То есть и тепло стало, и красное стало? Да, намного. В этой обстановке жить приятно. В таких комфортных условиях нам теперь и сессии не страшны, признаются студенты. В том, что условия проживания должны повлиять на качество успеваемости, не сомневается и руководство вуза. Вдохновляют студентов не только освоение наук и высокие результаты в учебе, но и ни с чем не сравнимые виды великолепной природы, на лоне которой и расположилась туристическая и студенческая столица нашей республики. Виды, конечно, открываются, красивый, отличный вид. Так что ребята каждый день могут смотреть и любоваться. И, как у нас в университете говорят, к вершинам знаний стремиться. Объемы выполненных работ на данный момент превышают 40%. Свои коррективы, конечно же, внесли и ограничительные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Тем не менее, до Нового года все ремонтные работы в жилых блоках общежития будут завершены. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Сегодня день образования службы участковых уполномоченных ОВД. Они на боевом посту во все дни охраняют порядок на веренных им участках круглосуточно. На этот раз участковые и автоинспекторы проводят рейды по пресечению незаконной торговли в ненадлежащих для этого местах. Каждый становился свидетелем несанкционированной торговли продуктов питания или непродовольственных товаров на трассе с машиной или просто на тротуарах населенных пунктов. Подобные действия вызывают неоднозначную реакцию у населения. Одни граждане не видят в этом ничего плохого, а вот другие категорически против. Между тем, торговля с палат, в палатках или с лотков выходит за рамки закона, если она не зарегистрирована в налоговом органе в качестве юридического или индивидуального предпринимательства. Незаконная торговля на улице в неположенном месте с отсутствием лицензий для продавцов грозит наказанием в виде штрафов. Степень наказания будет зависеть от тяжести нарушения и может повлечь наступление налоговой, административной и даже уголовной ответственности. Сотрудники ГИБДД, отдела МВД России, составляют административные протоколы на данных граждан. Уже решается вопрос о передвижении данных автомашин на специализированной автостоянке. Также с сотрудниками мэрии мы выявляем лиц, которые осуществляют предпринимательскую деятельность в неположенных местах, неразрешенных мэрией города Черкеска. А по статистике много выявленных случаев? Да, за неделю мы выявили около 20 нарушителей. Было составлено протоколы у нас административные. Данные проблемы длительное время существуют уже. Мы стараемся бороться, стараемся выявлять данных граждан, принимать все меры административного характера. Это все вести прямо сейчас. Продолжение сериала «Теорема Пифагора». Продолжение следует...